Международная обстановка Это не просто игра слов, это на самом деле так, ну а наверное центральное событие в международном плане это операция, военная операция в Сирии, которая продолжает набирать обороты и если смотреть за международными оценками этой операции, то можно выделить два полиса мнений. Первый полис он скажем так европейский, многие европейские политики, авторитетные европейские СМИ говорят, что без участия России Запад никогда не победит ИГИЛ. И второй полис мнений он звучит из океана, наши заокеанские партнеры, ну всякий раз используют публичное пространство, чтобы как-то дискредитировать роль России в этой операции. Прокомментируйте текущую ситуацию и ну прав ли я вот в своих таких ощущениях о двух разных полисах европейским и скажем так заокеанским. Да, действительно, в международной политике существует, в западной международной политике существует два диаметрально противоположных мнения. Американцы говорят, что Россия дестабилизирует международную обстановку, проводя военную операцию, поддерживая Асада. А европейцы, которые столкнулись с огромным потоком мигрантов, которых сегодня уже по неофициальным данным Евросоюза полтора миллиона, а ожидается за буквально 3-4 года еще три. Они говорят, что невозможно разрулить ситуацию, которая сложилась на Ближнем Востоке без российского участия. И поэтому у нас появляются новые форматы переговоров. Венский формат, который инициировали в первую очередь мы, Россия, а к ним подключились сразу Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО. Так вот, в чем сила России? В том, что мы сегодня реально проводим боевую операцию в Сирии, и она имеет не просто военный успех, а военно-политический. И мы видим, как наземные подразделения Асада, в первую очередь это правительственные войска Сирии, это курдская оппозиция, это уже умеренная оппозиция, которую поддерживает Запад, она развернула военно-политическую ситуацию в свою сторону и развивает успех уже на всех стратегических направлениях, в первую очередь на Алеппо, на Раку, штаб-квартира ИГИЛ, и освободила фактически уже одну треть территории Сирии. А что было до этого? До этого американцы в течение всего года готовили эту так называемую умеренную военную оппозицию, потратили по разным оценкам 21 миллиард долларов, и выяснилось, что почти вся умеренная оппозиция вместе с вооружением, боеприпасами, боевой техникой перешли на сторону Исламского государства. И воюют фактически против правительственных войск Асада, они воюют за расширение территории ИГИЛа, и Исламское государство за год фактически превратилось в квази-государство со своим муниципальным и региональным управлением, со своими пенсиями и зарплатами. И идеология, которую они выпустили в мир, оказалась привлекательной для молодых, но радикально настроенных исламистов. И у них появился человеческий ресурс, который готов воевать на стороне вот этого квази-государства. Это было очень опасно, потому что фактически год работы американцев на этом направлении вместе со своей коалицией из 60 стран дало возможность расширить географию Исламского государства и выйти за пределы уже халифата, который они определили на первом этапе как главную цель. Они подтянули к себе афганский Талибан, они подтянули к себе другие исламистские государства, включая и Вилаят и Синай. И получилось так, что боевые действия идут сегодня на территории пяти стран Ближнего Востока. И для нас это стало опасно, потому что воюет уже весь север Афганистана, а это под брюшье нашего СНГ. И поэтому мы вынуждены здесь реагировать. И поэтому, когда мы увидели, что в течение короткого промежутка времени, двух-трех месяцев, вдруг все сирийские, иракские, афганские беженцы рванули в Европу, то элементарная математика дает нам подсчет. На каждого беженца 10 тысяч долларов, это значит на миллион 10 миллиардов. Кто их мог проплатить, чтобы Европа застонала от этого геополитического конфликта? Вот почему две диаметрально противоположные позиции заокеанского Вашингтона и Европа, пострадавшая от этой войны вдвойне. Внутрироссийские критики нашей операции в Сирии высказывают опасения, что Россия может увязнуть в Сирии, как в свое время Советский Союз увязся в Афганистане, потому что с исламистами воевать, что называется, очень сложно и очень долго, очень продолжительно, и победы в такой войне придется ждать очень долго. Ну, как участник боевых действий в Афганистане, я могу сказать, что это принципиально другая война, другие задачи и другая международная обстановка, нежели чем она была в 80-е годы прошлого столетия, президент России Владимир Путин уже не раз говорил, что мы поддерживаем государственность Сирии, мы отстаиваем свои национальные интересы и усиливаем безопасность наших граждан, воюя на дальних подступах и уничтожая инфраструктуру международного терроризма. Это чрезвычайно важно, потому что те граждане России, которые воюют там, и их около трех тысяч, они же потом вернутся, они чем будут заниматься? Они будут заниматься тем же самым, но только на нашей территории. Нет, нам лучше применить все современные виды вооружения и разрушить всю эту структуру там, не допустив, затем усиливая границы, вот эту массу к себе. Я уже говорил про Афганистан, мы говорим очень серьезно про Среднюю Азию, где уже ИГИЛ есть, и другие регионы, которые, в общем-то, нас заставляют задумываться о необходимости завершения той операции с помощью нашей авиации, теперь уже военно-космических сил. Ну и я так думаю, что в исключительных случаях мы можем применять те гиперзвуковые ракеты, которые нанесли такой колоссальный удар и произвели фурор в международном сообществе, особенно военном. Игорь Николаевич, не могу не спросить о событиях, связанных с катастрофой 321-го Аэрбаса в небе над Синаем. Сейчас идет расследование, и звучат голоса, что возможно на борту Аэрбаса взорвалось взрывное устройство, и отдельные западные средства массовой информации уже вроде бы даже нашли, скажем так, тех, кто это взрывное устройство заложил, и это террористическая группировка, так называемая Синайская провинция исламского государства. Я все это к чему? Если версия теракта, что называется, подтвердится, возможно ли усиление наших действий в Сирии, в частности, наземной операции? Я бы хотел сказать о том, что версию теракта активно распространяют англосаксы. То есть, Великобритания, уже говорил Кэмерон об этом, уже говорил министр иностранных дел Великобритании, об этом же говорят официальные лица Вашингтона, им это выгодно. Они хотят показать международному сообществу и внутри России, что мы вам говорили, не надо ли Сирию без нас. Вот если бы вы с нами воевали, то терактов бы никаких не было. А вот поскольку вы полезли туда одни и вдруг стали ключевым игроком, с которым нам приходится считаться, вот вы получаете вот такие ситуации. А что на самом деле? Реально отрабатывается три версии. Ошибка пилотов, техническая неисправность и террористический акт. По третьей версии. Пока сняли все возможные соскребы, сняли все, что может где-то указывать на то, что произошел взрыв, наличие взрывчатого вещества. Нет пока подтверждений. Я думаю, что эту версию будут прорабатывать до конца. Но в плане усиления безопасности, обеспечения мер безопасности не только в Египте, но и во всех туристических кластерах, которые посещаются российскими туристами, необходимо срочно проводить, скажем так, усиленные меры на государственном уровне в двустороннем формате. Первое, конечно, мы начали прорабатывать это с Египтом. Потому что то, что там было полное разгильдяйство в аэропорту, и за 10 долларов можно было пронести любой чемодан на борт самолета, это мы все видели, мы там проходили. Поэтому и было принято решение пока прекратить полеты в Египет, где вот такая серьезная террористическая обстановка. Что касается самого самолета, уже известно, что он терпел аварии, что он приземлился на хвост, а все последующие деформации могли просто лечь нагрузкой на это место. И он мог рассыпаться именно из разгерметизации. Это основная сегодня версия, которую прорабатывают специалисты. Ингач, я благодарю вас, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Игорь Морозов, член Совета Федерации о международной обстановке глазами рязанца. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова